Детское радио! Ребята, сегодня мы отмечаем Международный День Пианиста, поэтому в студию Детского Радио мы позвали юных пианистов Петра Акулова и Варю Зарудневу. Пётр, Варя, приветствуем вас здесь, в студии Детского Радио. Привет, привет! Здравствуйте! 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 Поздравляем вас с профессиональным вашим праздником! Рады, что пришли к нам в гости. Сегодня не терпится услышать какие-нибудь красивые, известные произведения. Вы нам сыграете? Обязательно! Да, обязательно ребята сыграют, мы пообщаемся. Я хочу начать наше интервью, ребята, с вопроса о том, вообще, как у вас складывается карьера. Я так понимаю, что вы уже неоднократный победитель разных, в том числе и международных, конкурсов. Вот расскажите, как складывается карьера, в каких конкурсах вы принимали участие. Пётр, с тебя начнем тогда. Да, спасибо большое за приглашение. Ну, я принимал участие во многих конкурсах, но самым, пожалуй, значимым из них является конкурс 2021 года, прошедший в Москве под патронажем Дениса Леонидовича Мацуева. Это конкурс Grand Piano Competition, память о котором до сих пор со мной. Петь, почему он для тебя был очень важным конкурсом? Это был огромный международный проект, и обладая уникальной системой правил, которые не отсеивали участников, а позволяли всем выступить как соленно, так и в сопровождении нашего великого государственного академического симфонического оркестра, и поэтому удалось сыграть большую, очень ответственную программу, и в то же время не было нездорового напряжения, а была только радость от возможности сотрудничать с таким коллективом, и играть великих композиторов, поэтому мне показалось, что этот конкурс был больше похож на большой музыкальный праздник. Но ты получил гран-при, получается, ты лучший из лучших, это можно так сказать? На этом конкурсе были очень сильные музыканты, поэтому любой, кто стал как лауреатом, так и дипломатом, заслуживает всех своих наград, но действительно гран-при было вручено мне, и моему замечательному коллеге Сергею Давыдченко было два главных призма. А сколько примерно человек участвовало в конкурсе? Можешь сказать? Ну, ориентировочную цифру. По сложившейся традиции 15 человек на оба тура. То есть 15 человек на оба тура? Всем 15 дали возможность выступить сольно, а также в сопровождении оркестра с концертом на сцене Зала Чайковского. Это очень важно, особенно для юных музыкантов. А самому старшему конкурсанту сколько было лет? Этот конкурс был для молодых пианистов до 18, если я не ошибаюсь, лет. То есть, ну, вы действительно еще молодые юные пианисты. Варя, каковы твои заслуги? Чем ты можешь уже похвастаться? И я думаю, что стесняться не нужно, именно похвастаться здесь можно, потому что Варя также участвовала в разных конкурсах. Расскажи, в каких? Я участвовала тоже в множество конкурсах, и такой самый лучший конкурс для меня был, это конкурс имени Владимира Крайнего. Там я победила в категории дебют, и мне это очень радует. То есть ты впервые вышла, можно сказать, на большую сцену, да? Он был дистанционный, этот конкурс. Так, но дебют, получается, ты впервые приняла участие? Да. В конкурсе вообще? То есть до этого ты никогда не участвовала в конкурсах? Нет, участвовала, участвовала. А почему тогда дебют считается? Ну... Ну такая есть категория просто, да? Да, есть категория. Там было демоше и дебют. Но мы пошли в категорию демоше, а нас перевели почему-то в дебют сами. Нашим гостям Варе Зарудневой 10 лет, правильно? Да. И Петру Акулову 16 лет. Ребята совершенно со взрослыми взглядами, но еще юные пианисты. Еще раз поздравляем вас с праздником, с Международным днем пианиста. Расскажите, с чего начиналась ваша карьера пианиста. Варь, давай с тебя начнем. Ну, я как бы... Мы были в Херсоне, в таком городе. Там у моей мамы тетя была. И я очень любила там у нее инструменты, она музыка, она музыкант. И она закончила Киевскую консерваторию по классу бандуры. Я все время любила бандуры, все время приходила к этой бандуре. Расскажи ребятам, что это за инструмент. Это украинский народный инструмент. Он... Ну, на что похож? Ну, как бы... Такую вот на большую скрипку. Ну, струнный. Да, струнный инструмент. Так. Увидела впервые этот инструмент, он тебе понравился? Да, я на нем начала чуть-чуть там пробовать немного. А тетя Наташа проверила... Это мамина тетя. Она проверила мой слух. У нее там фортепиано тоже стояло. Я тоже там играла что-то там. И она проверила мой слух, сказала, вам срочно нужно подавать в какую-то школу надо идти вам. Срочно. То есть она увидела в тебе способности. Да, да, да. А как давно это было? Сколько лет тебе было тогда? Мне было 4 годик. О, уже в 4 года проявились вот эти способности. Петр, а у тебя? У меня чуть-чуть позже. Мне было 5 или 6 лет. Но это было решение необычное, но в то же время обдуманное. Потому что сначала я просто для общего развития в общем-то речевых навыков я поступил на какие-то, если можно так сказать, курсы. Пытался петь в хоре. И занятия музыкой меня впечатлили. Но мне хотелось попробовать в другом амплуа. В амплуа сольного исполнительства. И я попробовал играть на фортепиано уже тогда в той же музыкальной школе, а после только перешел к нашему с Варей общему педагогу Максиму Станиславовичу Железнову. И с тех пор, с 2015 года, мы с ним непрерывно сотрудничаем. Максим Станиславович, наверное, сейчас слушает эфир. Я очень надеюсь. Да, передайте ему привет, своему преподавателю. Ну и поздравить можно, потому что сегодня тоже его праздник. Варя. Конечно, это большой праздник, и мы его поздравляем, как и всех наших коллег и всех, кто слушает детское радио, занимаясь в музыкальной школе. Да, я тоже, как и Петя, поздравляю своего педагога Максима Станиславовича. И поздравляю его с Днем пианисту. Ну, а пожелания-то скажите, самые теплые слова, может быть. Мы ему желаем, чтобы в его жизни было много замечательной классической музыки, и чтобы все его ученики хорошо выступали на концертах и конкурсах. А мы вот желаем с Даней послушать, как ребята играют. Сейчас я предлагаю послушать в исполнении Рахманинова роман «Сирень», который исполняет Петр Акулов. Рахманинова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как давно была сделана эта запись, Петр, вот то, что мы сейчас послушали, да, романс «Сирень» Рахманинов. У этого произведения очень интересная история. Сергей Васильевич Рахманинов написал его, конечно же, для прекрасного женского голоса и фортепиано, и текст, описывающий отношение героини к своему любимому цветку «Сирень». Его, конечно, не удается передать, когда играешь авторскую транскрипцию для фортепиано-соло, но своим настроением все равно хотелось бы отметить те переживания, которые испытывает героиня этого оригинального романса. Насколько я помню, это запись 2020 года, начало его, до карантина, марта. Она была сделана на конкурсе в США. Петь, вот мы знаем, что когда музыканты, ну, вокалисты, например, выходят на концерте, да, к своим зрителям, они исполняют песню и что-то представляют себе, воображают, чтобы, да, голосом, звуком передать вот свое настроение, историю песни. А вот когда пианисты играют произведения, вы себе что-то придумываете, воображаете в момент исполнения композиции? Конечно, как на протяжении работы над произведением, так и непосредственно на сцене образное мышление очень важно для того, чтобы исполнение получилось не скучным, а интересным и образным, как повторил. Ну, значит, конкретно такие произведения, как «Сирень» или «Перекликание птиц» Жанна Филиппа Ромо из «Суиты ми минор», которые мы послушаем в Вареном исполнении, они очень образны и самим своим названием, они, можно сказать, предопределяют манеру игры, потому что пианист знает, о чем именно он хотел бы рассказать слушателям. Но иногда, когда композитор ограничивается сухим названием жанра, как, например, соната или, скажем, просто пьеса, то тогда, конечно, именно талант и способность пианиста к привлечению внимания аудитории определяется тем, насколько он насыщает какими-то художественными мазками или даже литературными отсылками свою игру. Петь, ну вот что для тебя ближе все-таки? Вот мы сегодня говорили о фортепиано, переводится как «форте громко, пиано тихо». Тебе что нравится больше, форте или пиано? Это отличный вопрос. Конечно, больше всего, как, по крайней мере, мне видится, нужно ценить сочетание этой динамики, которая дает разнообразную игру, как сочетание сухого звука и мягкого, как сочетание отрывистого и легатного, так как, конечно, сочетание громкого и тихого звука определяют по литеру произведения. Мне кажется, Петр не только музыкант, но и какой-то в душе поэт, писатель. Сейчас, когда вот он рассказывал, да, о вдохновении, о том, какие образы встают перед глазами, мне кажется, вот действительно поэт-музыкант. Ребята, есть ли какие-то у вас ритуалы, традиции перед выступлением? Варя, есть у вас какие-то традиции? Поделись. Расскажи, что вот ты делаешь перед выступлением? Может быть, нужно обнять кого-то? Или вы со своим концертмейстером подходите и держитесь за руки, чтобы обменять с энергией положительной? У меня, в принципе, традиции нет. Просто, когда мы с педагогом обкатываем программу часто перед концертом, он все время говорит, что у тебя все хорошо, молодец. И мне как-то само получается, что я выхожу на сцену, и реально получается хорошо, и я молодец. Вера в себя, получается, да? Да, он уже просто поддерживает. Поддержка от педагога очень важна, и когда ты ее чувствуешь накануне выступления, тебе это помогает выступить. Да, помогает. Хорошо. Петр, у тебя есть ли какая-то традиция перед выступлением? Конечно, перед каждым выходом на сцену нужно готовиться. И я как раз люблю накапливать внутреннюю творческую энергию, чтобы после концерта, точнее во время концерта, всю ее отдать зрителю. Поэтому на репетициях, конечно, возможно как-то обсуждать запись или какие-то тонкости динамического характера, но когда непосредственно остались часы или минуты до концерта, лучше настраиваться не столько на технические задачи. Это может сбить с творческой волны. А нужно, конечно, рассчитывать именно образные и чувственные факторы своей игры, и нужно представлять непосредственно, фантазировать, я бы даже сказал, о том, о чем будет, собственно, произведение. Это, получается, происходит за две минуты до самого выхода непосредственно на сцену, правильно? Ну, конечно, лучше думать о «Сирене», если играешь Рахманинова, или о каких-то своих идеях, если произведение не предполагает обязательной темы. Главное не волноваться, потому что это всегда портит концерт, но в то же время не испытывать такой обыденности, потому что если выход на сцену становится чем-то привычным и даже уже типичным, то это, конечно, все лишает работу и игру пианиста вот этой романтической, тонкой ножки, которая должна быть, безусловно. Ой, как удивительно! Сегодня у нас потрясающий эфир такой какой-то волшебный, да, немножко, Дань? Давай я с тобой вместе с нашими слушателями тоже сейчас пофантазируем, послушаем, как играет Варя Заруднева. Варя потом прокомментирует, что это была за композиция, а мы с тобой погрузимся в какой-нибудь сказочный мир. Ну, и наших слушателей тоже призываем сейчас пофантазировать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было в том году вроде. Вот Рамон написал вообще, Жан-Филипф Рамон написал это произведение для клавесина. И так же, как это разные инструменты, фортепиано и клавесин, нужно передать это все из клавесина на фортепиано, чтобы было все так же. Для того, чтобы подготовиться к конкурсу, Варя, сколько должно пройти времени, сколько уходит у тебя времени на подготовку? Ну, вообще, зависит, когда конкурс начинается. Ну, сколько год, неделя, месяц можно готовиться? Ну, как минимум, четыре месяца или три. Есть у тебя, может быть, любимый момент в подготовке, да? Вот когда ты готовишься к выступлению, вот тебе больше всего нравится этот период. Можешь нам рассказать, что самое любимое, может быть, у тебя есть? Ой, я даже не знаю. Петь, может быть, у тебя есть что-то такое? Выбор произведения, настроиться на произведение. Выучите произведение, да. Самое любимое в работе. Мне кажется, что самая интересная часть работы, конечно, наступает, когда сделаны все черновики произведений, уже готовые варианты выучены, уже сыграны все упражнения, и остается только думать о творческом наполнении. Финишная прямая, так сказать, да? Ну, непосредственно репетиции в зале, подготовка к исполнению на конкретном рояле, и даже, я бы даже сказал, что настраиваться на акустику довольно важно, и это самая тонкая, утонченная, но в то же время самая интересная часть работы. Вот мы сегодня с ребятами как-то обсуждали, да? Многие учатся в музыкальной школе, у кого-то есть возможность завершить, да, дойти до конца, кто-то бросает занятия и занимается уже танцами или уходит в художественную школу. У вас ведь наверняка были такие же мысли, да? Стоит ли вообще заниматься этим делом? Но вы дошли и достигли таких успехов. Вот поделитесь, расскажите нам, что было сложное, какие трудности у вас были в обучении, и как вы с ними справились? Ну, вообще я училась в ЛНР, в Свердловске. Там была детская музыкальная школа, и нам уже сказала мамина тетя, что нужно обязательно идти в школу. Мы вообще сначала хотели пойти на академический вокал, но места все были заняты. И нам сказали, можете пойти на фортепиано. Мы пошли на фортепиано, но потом хотели параллельно взять вокал. Ну, все-таки мы не взяли вокал, потому что я уже, у меня хорошие результаты стали по фортепиано. И мы не хотели хвататься и за вокал, и за фортепиано. Решили только одно. Ну, сосредоточиться на чем-то конкретном, на одном. Да, только на одном. И потом мы так... У нас там педагоги были такие. Мы хотели такую сложную, нормальную программу мы хотели, как все играют. А педагоги нам говорили, что рано вам еще, рано еще эту программу такую играть. Все-таки один педагог от нас отказался, потому что говорит, что не может с вами заниматься, потому что у вас слишком сложная программа такая. А хотелось посложнее, да, уже? Да, да. Все-таки мы перешли ко второму педагогу, и все-таки тоже отказалась. Но она была очень строгая, она понимала все. Но там была другая причина. Мы поехали однажды в Ростов, и там была консерватория имени Рахманинова. Мы с мамой, там она проезжала, она хотела консультироваться у одного педагога, и мы туда зашли. Все-таки нас проверил педагог, и сказал, что... Мы спросили у него, нам вообще нужно заниматься, нам можно заниматься. Он сказал, да. Он сказал, что может поступать там при консерватории, у него там есть. А наш педагог из ЛНР знал этого педагога, это был Осипенко как раз-таки. И все-таки она его знает хорошо очень, но... Нашли своего в итоге педагога, который взялся за сложную программу. То есть, получается, сложности у тебя возникли на первом этапе, да? То есть определиться с педагогом, который будет тебе давать определенную программу. Ты изначально себе поставила высокую планку, и не каждый согласился тебя обучать этому, правильно? Да. Ух ты, ну это здорово. Петь, у тебя какие возникли сложности в обучении? Если честно, мне кажется, что сложности все-таки неподходящее слово, потому что это скорее препятствие, преодолевая которое, можно наращивать класс и, собственно, накапливать полезный опыт. Но я никогда не воспринимал как сложность, но тем не менее, я совмещал учебу в музыкальной школе с учебой в общеобразовательной. На данный момент я уже выпускник общеобразовательной 57-й школы, я закончил там все 11 классов. И, конечно, на тот момент, когда мне нужно было готовиться к какому-то конкурсу, а у меня параллельно была химия и физика, то меня разрывали с двух сторон и те, и другие педагоги с требованиями уделяют больше внимания именно их дисциплинам. Я, конечно, знал, что мне хочется заниматься творчеством, но умудрился найти какую-то возможность сочетать и то, и другое. Поэтому, в общем-то, это не сложности, а я бы сказал, детали, особенности творческого пути. Я очень надеюсь, что это было самое сложное из всего, что мне пришлось преодолеть. Петр, а по каким критериям отличают хорошего пианиста? Хороший пианист — это пианист, который нравится публике, это пианист, который привлекает своего слушателя, потому что мы занимаемся, конечно, не, скажем так, деятельностью, которую можно объективно измерить, это не спорт, где кто быстрее прибежал, кто выше прыгнул, а можно измерить только психологическое воздействие на слушателя. И если пианист может себе найти публику, которая восхищается именно его игрой, то это, безусловно, хороший пианист. Отличный, по-моему, ответ. Я просто сейчас, буквально три секунды, ребята, мне хочется уточнить тебя, Петя, чтобы справиться с какими-то негативными мыслями или чтобы не опускались руки, что ребятам нужно сделать? Потому что вот мы сегодня с Ириской и обсуждали, она до конца не доучилась в музыкальной школе, выбрала другое направление. Вот дай какой-нибудь совет ребятам, которые вот сейчас занимаются в музыкальной школе, но появляются какие-то мысли, чтобы уйти. Ну, Ириска прекрасная ведущая. И мне кажется, что если ребята тоже смогут так замечательно вести передачи, то нужно, конечно, делать выбор, основываясь на своем решении. И если нравится, если есть мотивация и желание заниматься, нужно, конечно, продолжать, потому что творчество облагораживает нашу природу, наш мир. В общем-то, для всего человечества пианисты — это нужные люди. Как это не может показаться смешным? И тем не менее, музыка — это очень важный элемент человеческого существования. Поэтому нужно верить в себя. Развитие цивилизации, развитие интеллекта, опять же. Это прекрасно, что существует музыка, существуют пианисты. Игра «Угадай мелодию» начинается, и нам позвонил Кирилл. Приветствуем тебя. Здравствуйте. Кирилл, здравствуй. Тебе сейчас сыграют фрагменты из известных мультфильмов, фрагменты известных песенок «Наши гости» — Петр Акулов и Варя Заруднева. Сначала ты слушаешь этот фрагмент, попробуешь угадать, ну, либо название мультфильма, либо, может быть, песенку ты споешь, да? Потом послушаем второй фрагмент, тоже попробуешь угадать. Ну и если угадаешь, то получишь подарок от детского радио. Ты готов? Все понятно? Да. Слушаем тогда первую мелодию. Слушаем тогда первую мелодию. Итак, Кирилл, есть ли у тебя какой-то вариант? Я даже забыл этот мультик. Ну, а ты, может быть, помнишь мелодию? Как она называется? Может быть, название нам скажешь? Мелодии, песенки? Спой слова, напой слова. Какие там? Помнишь, Кирилл? Я этот мультик давно смотрел. А песенку-то ты знаешь? Может быть, вспомнишь ты слова. Станет всем светлей. Давай, Дань, поможем. От улыбки станет всем светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она еще не раз к тебе вернется. Ба-ба-бам! Это была импровизация! Ну, ничего, несколько репетиций. Можно с вами, кстати, ребята, выступать будет. Так, хорошо. Кирилл, ну, движемся дальше. Давай, попробуй угадать второй. Вторую мелодию. Субтитры подогнал «Симон» Так, есть, Кирилл, у тебя уже вариант? Так, «Крокодил Гена и его друзья» в мультик. Какой? «Крокодил Гена и его друзья» в мультик называется. Да, а песенку помнишь, как она называется? «Голубой поезд». «Голубой вагон» только. Ну, почти угадал. Ну что, Ириска, вместе с Кириллом споем нашу прекрасную песенку. Давай попробуем, Кирилл, присоединяйся. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлое немного жаль. Лучшие, конечно, впереди. Кирилл, ну одну мелодию ты угадал. Мы вручаем тебе небольшой подарок от детского радиоорганайзера на автокресло. Поздравляем тебя с победой, Кирилл. Спасибо тебе большое, что дозвонился. Ну, а мы продолжаем, друзья, разговор. Сегодня у нас в гостях Петр Акулов, Варя Заруднева. Мальчишки, девчонки, если у вас возникли вопросы нашим гостям, смело их задавайте. Пишите свои сообщения нам в мессенджеры. Ватсап, Вайбер, Телеграм на номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. А у меня вопрос такой. Петр, ты учишься или закончил уже музыкальную школу имени Гнесиных? Я учусь в колледже музыкальной школы имени Гнесиных. Какие предметы изучают там? Вы знаете, это интересно рассказать слушателям. Я думаю, что, конечно, у нас много тех, кто ходит в музыкальную школу и знают эти страшные слова сольфеджо, гармония и теория музыки. Но те, кто этого не знают, я надеюсь, сделают для себя удивительное открытие, что о музыке можно много говорить с теоретической точки зрения и не просто наслаждаться ей, а разбираться, что же именно привлекает наш слух. И именно предметы, посвященные этому, гармония, которая изучает, как нетрудно догадаться, те аккорды, которые используют разные композиторы, и сольфеджо, которое развивает и слух, и вокальные данные детей. Это, конечно, то, без чего ни один пианист и любой другой музыкант не может представить своего образования. Сколько обучаются в школе Гнесиных у тебя? Сколько еще учиться? Колледж, да, у тебя колледж? Мне учиться еще два года. А всего получается? После школы пианисты поступают в колледж, а вот чтобы это сосчитать, мне понадобится некоторое время, но я так понимаю, что получается, как в обычной школе, лет 10 или 11. После школы, получается, консерватория? Ну, после колледжа, получается, да? Да, конечно. Высшее учебное заведение, например, Московская консерватория. Ребята, хочется с вами обсудить, вы такие талантливые и песни играете, и общаться с вами интересно, но я понимаю, что музыка это у вас все-таки на первом месте. Может быть, расскажете нам с Ириской и нашим слушателям, какие у вас еще есть увлечения? Варя, чем ты любишь заниматься в свободное время, может быть, от этюдов, от занятий в музыкальной школе? Очень люблю рисовать, я очень люблю шить, как я научилась в этой школе в имени Гнесина. Там есть урок технологии, и мне очень понравилось шить. Еще также я люблю общаться со своими друзьями, так как у меня их очень много. Ребята, время заканчивается. К сожалению, очень быстро пролетело время эфира. Петр, что посоветуешь напоследок послушать, какую хорошую музыку нашим слушателям для души? Хорошей музыки много на детском радио, но если говорить о том, что кроме песенок и различных мелодий наши юные слушатели хотят приобщиться к классической музыке, то я рекомендую слушать произведения таких замечательных композиторов, как Вольфган Камадей Моцарт, Людвиг Ван Бетховен, Иоганн Себастьян Бах и, например, Фредерик Шопен. Спасибо вам большое, друзья, что пришли к нам в гости. Еще раз вас поздравляем с Международным Днем Пианиста. Детское радио! Субтитры создавал DimaTorzok